МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Михаил Зайцев. Сегодня мы расскажем. А ваш автомобиль исправен? Профилактическая акция гостехосмотра стартовала в Гродно. Научиться говорить и понимать иностранность с нуля. Летняя школа русского языка снова собрала учеников со всего мира. Количество интернет-преступлений в Гродненской области за последний год выросло в три раза. Виртуальному шантажу подвергся и ряд предприятий области. Пример работоспособности и самоотверженности делу. В Ленинской администрации чествовали лучших абитуриентов, спортсменов и промышленников района. Если не уверены в грибе, выбирайте шампиньоны из магазина. Отравление в этом году не зафиксировано, но сезон грибов еще не окончен. Профилактическая акция гостехосмотра стартовала в Гродно. До 17 августа включительно дорожная милиция обратит особо пристальное внимание на то, есть ли у автомобиля допуск к дорожному движению, а заодно проверит подлинность отметки о прохождении техосмотра. По данным 2018 года в Беларуси зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий с технически неисправными авто. В текущем году таких аварий уже 8, в которых 3 человека погибло, 27 получили травмы различной тяжести. Гродненские водители среди беларусов в данном вопросе наиболее дисциплинированы, но для сотрудников милиции это не повод расслабиться. В первую очередь внимание будет уделяться состоянию транспортных средств, наличию каких-то технических неисправностей, а также легальности имеющегося допуска к управлению, к участию в дорожном движении. В 2019 году таких нарушений в Гродненской области выявлено порядка 18 тысяч, для сравнения в Брестской области более 20 тысяч, и, например, в Витебской области таких нарушений выявлено 32 тысячи. Напомним, за управление автомобилем, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, предусмотрена ответственность в виде предупреждения либо штрафа от 1 до 3 базовых величин. Повторное такое же нарушение повлечет штраф от 2 до 5 базовых величин. Этот год праздничный для всей страны, для области, для города. И в такие моменты принято подводить итоги того хорошего, что было сделано и чем можно гордиться. А было сделано немало и только в этот юбилейный год. В администрации Ленинского района собрали тех, кто в этом году проявил себя лучшим образом. Вчерашние школьники, набравшие 100 баллов на централизованном тестировании, спортсмены, заявившие о себе на отгремевших вторых европейских играх, руководители предприятий и те, кто в этом году получил звание «Человек года Гродничный». О чем разговаривали талантливые дети и состоявшиеся в жизни взрослые в неформальной обстановке, узнавала наша съемочная группа. Результаты централизованного тестирования вчерашней школьницы Ольги Самусик подарили уверенность перед поступлением в ВУЗ мечты. 82 балла по химии, 90 по русскому языку, 98 – аттестат и венец триумфа ее усердной работы – 100 баллов по биологии. Теперь она студентка Белорусского государственного медицинского университета, будущий стоматолог. Ольга призналась, такой результат показался ей закономерным, хотя и волнение побороть было очень непросто. Во-первых, я считаю, что самое главное, наверное, найти то, что тебе нравится. Как говорится, люби то, что ты делаешь, и делай то, что ты любишь. И, конечно, подготовка. Я готовилась с репетиторами полтора года. Все прошлое лето я учила биологию, и это не был, наверное, неожиданный результат, это был просто желанный результат, скорее, но неожиданности это не было. Ольга закончила гимназию номер 10 города Гродно. Эта школа прочно завоевывает в себе звание кузницы талантливых олимпиадников и тех, кто сдает ЦТ на 100 баллов. Вместе с Ольгой на торжественном чествовании в администрации Ленинского района и еще двое ее товарищей по школе. Всего семь ребят из школ этого района Гродно, кто смог сдать в этом году один из предметов на 100 баллов, были приглашены на торжество. Они, конечно, были в центре внимания. Вместе с этими ребятами здесь присутствовала и маленькая звезда большого спорта Анастасия Алистратова, которая стала открытием вторых европейских игр, сумев завоевать бронзу и подняться на один пьедестал с именитыми, более взрослыми и сильными соперницами. В неформальной обстановке с этими талантливыми детьми общались те, кто уже многого добился в жизни и вывел свою формулу успеха. Например, Марина Аникеева, генеральный директор Гродненского предприятия и обладатель звания «Человек года Гродничины». Как по-настоящему преданный делу руководитель успехи возглавляемого ею предприятия, она приписывает своему коллективу. И разговор лично о ней все равно уводит к успехам завода. Мы, как жили и работали и пять, и десять лет назад, и точно так же сейчас, в настоящее время живем, работаем, и я уверяю вас, точно не зазвездимся, и точно так же будем жить и работать. На благо процветания нашей страны, ну и, наверное, для вкусной радости нашим горожанам, белорусам вообще, но и в большей степени, не ущемляя интересы нашей национальной продовольственной безопасности, конечно, для получения экспорта, потому что мы очень экспортоориентированы. Мы много сделали для этого. Идея провести такое чествование возникла сама собой, ведь все эти люди и результаты их работы, и есть те достижения, которыми можно гордиться в преддверии таких важных для Гродничины дат. Эти результаты возможны только благодаря тому, что люди работают в первую очередь над собой. Ну и я надеюсь, я уверен в том, что это люди не безразличны к тому, что происходит в обществе, что это те люди, которые работают на результат, на то, чтобы наша республика процветала. Написать биологию на 100 баллов, победить на мультиспортивном континентальном соревновании, много лет успешно возглавлять крупное предприятие, вести социально ориентированную политику – это то, чем выделяются эти скромные герои нашего времени. И на закономерный вопрос от окружающих о том, как же добиться этих высоких результатов, ответ всегда прост и неизменен. Нужно просто много работать, в том числе и над собой. Иоланта Будила, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Доступные для иностранцев язык Пушкина и Толстого. Летняя школа русского языка на базе Купаловского университета снова открыла свои двери. Ученики со всего мира, на этот раз из девяти стран, в течение трёх недель будут учиться говорить и думать на русском языке. К слову, это будет юбилейный пятый выпуск. Для чего иностранцам русский и почему для его изучения они выбрали Беларусь – в нашем следующем сюжете. Это группа с начальным знанием русского языка. Они знают алфавит, понимают многие слова и пока учатся самому простому. Например, сейчас покупать продукты в магазине и на рынке. Рафаэль Алфа из Калифорнии интересуется политикой и экономикой не только своей страны, но и всего мира. Для углубленного изучения всех веяний решил начать учить русский. Мне нравится путешествовать. Я знаю всю Россию, я знаю Сибирь, я знаю Владивосток, я знаю Москва, Санкт-Петербург. Почему? В Беларуси улица очень хорошая, все люди гуляют и не проблема. В Америке, в Калифорнии, все люди с машинами и Беларусь – это страна очень интересная и люди очень хорошие. Для учебы и бизнеса – это самый распространенный ответ на вопрос, для чего же вам русский. Многие европейские студенты с первых курсов занимаются научной деятельностью. Переводами документов хотят заниматься сами, да и это говорят надежнее. Вероятность искажения информации в разы сокращается, причем многие следуют сферы соседних стран. Я напишу мою диссертацию о Восточном Украине. И за это мне надо говорить по-русски. Это было сложно впервые, потому что я из Венгрии, и венгерский язык – это очень не похожий на русский язык, на русском. Деловые отношения, конечно, в приоритете, но никто не отменял родственные и личные связи. Многие из преподавателей помнят истории, когда иностранцы приезжали учить русский, потому что отчаянно были влюблены в русскоговорящих, хотели лучше узнать их родной язык и вместе с тем культуру. И, конечно, многие восстанавливают семейные отношения, в том числе на разговорном уровне. Я хотела научить язык по-русски говорить. Моя семья говорит по-русски. Я тоже хочу. Мой дедушка и бабушка живут в Лидии. Моя дедушка живет в РД, на Лотве, и они говорят по-русски. 35 учеников разбиты на небольшие группы в зависимости от уровня знаний языка. Многие впервые приехали в русскоговорящую страну, а кто-то не пропускает ни одной такой школы. Примечательно, что они даже между собой говорят на русском. Преподаватели поддерживают такую инициативу, да и в целом стараются помочь быстро адаптироваться к новым языковым реалиям. Главное – обоюдный интерес. Масса работы с обеих сторон, ежедневной, постоянной, интересной работы и доступная форма объяснения и доступные требования к студенту. Разумеется, никто не требует уже после первой недели или после первого курса читать без запинок классическую литературу и без ошибок писать пушкинские письма. Нет, они постепенно осваивают новый для них язык и стараются разобраться во всех его тонкостях. И, как ни странно, пусть не у всех и не сразу, но получается разобраться в широте могучего русского. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Во второй половине лета леса наполняются любителями тихой охоты. Белорусские леса богаты грибами, и после дождливой погоды улов в таких лесных прогулок получается весьма щедрым. Однако врачи предупреждают, очень важно помнить, что не всё то, что попало в лукошко, стоит отправлять на свою тарелку. Грибы, которые растут в Беларуси, бывают трубчатыми и пластинчатыми. Как раз последних на тихой охоте лучше избегать. Они являются ядовитыми. На первом месте однозначно стоит бледная поганка, которая содержит в себе предельно токсичные соединения, которые, к сожалению, не разрушаются термической обработкой. То есть многократное кипячение с отвариванием, сливанием не помогает. Эти яды вызывают тяжёлые поражения печени и почек, что, несмотря на достаточно сложное интенсивное лечение в условиях отделения реанимации, с использованием наших методов экстракорпоральной детоксикации, то есть проведение специальных методов очищения крови, плазмофереза, гемосорбции, гемодиализа не всегда помогает. Бледная поганка очень опасна. Шансы на успешный исход лечения последствий отравления этим коварным грибом, увы, не велики. Достаточно одного гриба, чтобы убить взрослого человека. Нередки случаи, когда в отделение детоксикации поступали целыми семьями и выжить удавалось не всем. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют, если вы не уверены в видовой принадлежности срезанного гриба, лучше оставить его в лесу и купить в магазине гарантированно безопасные шампиньоны или вешенки. Ну а чтобы дары леса не превратились в яд, хранить собранные грибы при комнатной температуре не стоит. Сразу по возвращению из леса их нужно перебрать, почистить и сварить. При термической обработке в некоторых грибах яды разрушаются. Однако стоит быть внимательными к своему состоянию, говорят врачи, ведь при отравлении грибами время для спасения играет ключевую роль. Если появилась общая слабость, бледность, слабый пульс, стоит обратиться к врачу. Все отравления грибами делятся на две больших группы. С коротким инкубационным периодом и с длительным инкубационным периодом. С коротким – это когда клиника какая-то начинает развиваться спустя 4-6 часов после момента употребления в пищу грибов. А с длительным – 8-12 и более. Отравление с длительным инкубационным периодом, как правило, тяжелее и опаснее. Настоятельная рекомендация при появлении первых признаков острого отравления, если такое уже случилось, не сидеть дома, а обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Впрочем, по данным Гродненской городской больницы скорой медицинской помощи, видимо, граждане научились обращаться с грибами правильно. Статистика за последние 6 лет довольно оптимистичная. В 2018 и 2017 годах было зафиксировано по 3 случаи отравления грибами. 2 в 2016, ни одного в 2015 и 2013 годах. В этом году обращение с жалобами на отравление грибами также не зафиксировано. Количество интернет-преступлений в Гродненской области за последний год выросло в три раза. Только за истекшие 7 месяцев было возбуждено 676 уголовных дел по фактам виртуальных мошенничеств, тогда как за весь прошлый год пострадавших было всего 300. Причин такого криминального антирекорда несколько. Во-первых, информационные технологии все более проникают во все сферы жизнедеятельности человека и финансовое не исключение. Именно поэтому и отмечается рост мошенничеств. Ну а во-вторых, у угродницов серьезно хромает компьютерная грамотность. Пароли для соцсетей используют чересчур простые, забывают обновлять антивирусные программы, делая свою виртуальную жизнь легкой добычей для реальных преступников. Злоумышленниками осуществляется несанкционированный доступ к учетной записи в социальной сети. После этого от имени пользователя осуществляется рассылка сообщений о передаче под благовидным предлогом реквизитов банковской платежной карточки. В текущем году средняя сумма хищения, совершенную таким образом, составляет порядка 300 белорусских рублей по каждому факту. При этом максимальная сумма достигает 3000 рублей. И уже совсем о других суммах идет речь, когда в милицию обращаются представители предприятий области. В этом году правоохранители фиксируют рост так называемого виртуального шантажа в промышленных масштабах. В 2019 году возбуждено 13 уголовных дел, где пострадавшими выступают не физические лица, а предприятия, получившие требования о выкупе своей же информации. «Чаще всего это удаленный доступ к серверам и последующее шифрование файлов, представляющие определенную ценность для предприятия. Это может быть либо документация какая-то, либо база данных бухгалтерских программ. В последующем злоумышленниками предлагается расшифровка этой информации за определенную плату». Реально раскрыть виртуальные преступления не всегда просто. Если интернет-мошенничества были совершены с территории Республики Беларусь, правоохранителям удается найти и привлечь к ответственности 9 из 10 злоумышленников. Другое дело, когда преступление было совершено с территории другой страны или даже континента. В этом случае получается раскрыть лишь треть уголовных дел. Достойная зарплата, креативная команда и интересная работа. Телеканалу «Гродно плюс» требуется оператор и инженер видеомонтажа. Телефон для справок 74-25-65. И в завершении выпуска информации от нашего партнера. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и походов в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минут и СМС. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. А я прощаюсь с вами и желаю приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова